Здорово, бойцы! Буквально вчера утвердили очередной бой между боксером, а точнее блогером и бывшим бойцом ММА, некогда грозным борцом Беном Аскраном. Бой пройдет уже 17 апреля по правилам бокса и верится в Бена с трудом, конечно. Он хоть и профессионал, но сильным боксом никогда не отличался. Но это только мое мнение. А вот что думают профессионалы из мира единоборств, сейчас расскажу. Мнения Шлеменко на этот счет, к сожалению, пока нет, но зато есть мнение Дилона Денниса, так что ставь лайк и погнали. Скотт Кокер, президент Беллатар. Ха-ха, я уже знаю, кто победит. Да ладно вам, Бен же борец, давайте с этой стороны взглянем. Думаю, он идет в нокаут. Это касается боксерского поединка. В ММА совсем иная история. Я знаю, что Пол может соревноваться и тут и там. Джейк был борцом, а теперь в боксе. Бен Аскран, бывший чемпион Беллатаре у 1FC. Я, наконец, сделал себе операцию по эндопротезированию тазобедренного сустава. Подвижность моего бедра значительно улучшилась, вообще диапазон моих движений вырос. У меня больше не болит спина, я нормально сплю. Качество жизни гораздо выросло. Меня удивляет, как все меня списывают перед этим боем. Джейк Пол звезда ютуба, он не имеет отношения к боям. Я дрался с Робби Лоулером, Дугласом Лимой, Андреем Корешковым, и никто из них не смог меня нокаутировать. Хотя они могли бить меня не только панчами, но и локтями, коленями и киками. За 19 боев в ММА до Масвидали я перевел абсолютно всех моих соперников. Более того, только в двух раундах карьеры я не провел тейкдауна. До Масвидали я ни разу не был потрясен. Ни разу не был в нокдауне. Так что я не такой уж и плохой боец. Представьте, что это такое выиграть 5 раундов у такого убийцы, как Дуглас Лима. И все эти ребята дрались против меня в 4-х унцовых перчатках. А здесь будет бой в 10-ти унцовых. У Джейка Пола бредовое представление о боях. Он никогда не дрался с реальным бойцом и не знает, что его ждет. Да, у меня никогда до этого не было даже любительского поединка по боксу. У нас были в зале дни бокса, но я ни разу не участвовал в соревнованиях по боксу. Сейчас мы сядем с Дюком Руфусом и спланируем мой лагерь. Я буду тренироваться каждый день. Подтяну моего тренера по функционалке. Джейк Пол ужасный боксер. И те, у кого он победил, вообще никогда не занимались боксом. Физически он сложен неплохо. Как можно говорить о его физике, если он дрался только один раунд? И внешность не имеет отношения к реальной функциональной базе и силе. Сколько заработает за этот бой? Много, много денег. Я счастлив, сделаю за этот бой больше, чем когда-либо зарабатывал за один поединок в ММА. Честно, весь этот контент, который делает этот парень, может я слишком старый, но не понимаю, за счет чего он стал популярным. Я не понимаю, кто и зачем его смотрит. Просто не въезжаю в то, что он делает. Честно, не понимаю подростков, что они в нем нашли. Мой прогноз? Я выиграю техническим нокаутом в седьмом раунде. Я хочу измотать его, хочу дать почувствовать ему мою силу, чтобы он сказал себе. Я и так звезда с деньгами, зачем мне получать по лицу? Эрил Хельвани, спортивный журналист. Аскрен сказал, что нокаутирует Пола в седьмом раунде. Воу, Бен, почему так поздно? Джейк Пол, брат Логана Пола. Бен Аскрен двукратный чемпион NCAA. Также он был чемпионом в двух разных ММА организациях, и у него меньше поражений, чем у Конора Макгрегора. Что же касается меня, я начал боксировать два года назад, и при этом я планирую нокаутировать его задницу быстрее, чем это сделал Хорхе. Все эти бойцы ММА считают, раз они выбрасывают удары, значит умеют боксировать. Многие критикуют меня, называя не настоящим бойцом, потому что я нокаутировал баскетболиста. Ну что ж, теперь я дам им то, чего они хотят, подравшись с настоящим бойцом. Интересно, что они скажут, когда я добавлю Бена Аскрена в мою коллекцию нокаутов. Спасибо триллер Fight Club за то, что они в очередной раз предоставили мне платформу, чтобы я мог кого-нибудь усыпить. 17 апреля для Аскрена погаснут огни. Энтони Петтис, бывший чемпион UFC в легком весе. Забавно, мы буквально сегодня с ним переписывались. На самом деле он уже говорил мне, что заинтересован в этом поединке, но хотел понять, с какими цифрами имеет дело. Я сразу же спросил его, так ты собираешься боксировать? Он ответил, почему бы и нет. Конечно, я предложил ему свою помощь, я люблю боксировать и займусь этим до того, как моя карьера подойдет к концу. Скажу честно, что я с нетерпением жду, когда Бен выйдет в ринг и заткнет этому парню рот. Дилон Деннис, мастер спорта по спорту. Я могу побить Пола и Аскрена в боксерском поединке подряд друг за другом в одну ночь. Майкл Биспинг, бывший чемпион UFC в среднем весе. Ютубер, борец и джитсер болтают о боксе? Это что-то новенькое для нас всех. Так думают профи, что думаешь ты? Пиши в комментах. Как по мне, это все, конечно, дичь полная, но почему нет? Если это востребовано зрителям, значит, имеет право на существование. Это канал It's Time, подпишись, у нас тут много интересного. Меня зовут Иван Невымин, будь здоров.